Ну или любимый фильм организаторов Кубка Москвы. Но это бойцовский клуб, естественно, потому что первое правило Кубка Москвы, никому не показывай Кубок Москвы. Витя же хоть и отличается несколькими игроками с отличной физикой, все равно как-то суммарный результат у них не очень последние годы. Без оскорблений обошелся, по-моему. Молодец. Я думаю, ему кто-то написал или позвонил. В последнее время. Прямо с первой фразы. Звонок раздался в дверь. Я за что люблю отечественный футбол? За то, что он очень логичный. То есть первый начинает кто? Первая лига. Вот ее мы сегодня обсудим. И не только. Меня зовут Станислав Рынкевич. Со мной сегодня Максим Сподобин, Михаил Сазанов. И к нам присоединился Павел Басенков. Это подкаст нелегальный. Принимающий сезон начинается, друзья. Когда этот подкаст выйдет, матчи будут уже не за горами. А если я буду долго делать монтаж, то они даже пройдут. Но не за горами. Это безусловно подходит вообще для старта, потому что первыми стартуют уральцы. И это, кстати, клево. Я очень люблю такую тему. Знаешь, единственное, что как бы, по идее, у нас футбол зародился на Урале, да, в Советском Союзе. Но немножко в другой. То есть если бы в Челябинской области был первый матч, это было бы вообще супер. Потому что для тех, кто не знает, я напомню, что команда Озерский Федерал, ну, в Озерском они стали потом, тогда это был Челябинск-65 город. Именно там колыбель американского футбола в Советском Союзе. Вот. И если бы там проводился какой-нибудь, знаешь, как вот в футболе есть суперкубок, вот у нас бы, или там Hall of Fame гейм, да, в НФЛ. Вот если бы у нас там проводился какой-нибудь нулевой матч, это было бы вообще огонь. Но в другие времена. Ну, давайте для начала. Там можно было бы провести такой, ну, условно, суперкубок, провести встречу победителей суперлиги и первой лиги, то есть кто там, спартанцы, спартанцы 2, да, вот такой вот легендарный матч могли бы провести там. Просто отправить их в Озерск на экскурсию. Действительно. Куда еще? Я думаю, что многие согласились бы отправить спартанцев, ну, хотя бы в Озерск. Действительно. Для начала. А там видно будет на автобусе. Помимо первой лиги, у нас ведь немножко незаметно прошел один турнир, в котором участвовали интересные команды. Назывался он Кубок Москвы. Скрыт от всех. Никто не знает, кроме тех, кто там действительно был. На самом деле, это не то, что на трансляции не хотели разоряться, еще что-то. Просто решили применить тактику блэкаута из НФЛ взять. Вот если не будет аншлага на стадионе, то матч не показывают. Вот. К сожалению, аншлага, видимо, не было. Но мне сказали, что кто-то из вас там был и что-то видел. Кто там был и кого видел? У нас отличный вопрос. Кто там был действительно и кого видел? Вы разве не собирались на Кубок Москвы? Собирались, да. А, и все на этом. Хорошо, тогда давайте представим, каким он был. Волшебно просто. Вот это особенно первый матч, в котором, по сути, и решилась... Судьба тренира? Да, с золотыми медалями. Как мощно прошлись московские спартаковцы по московским Capital Sharks. Вот чувствуется вся мощь по этим четырем цифрам. Два, семь, один, пять. Вот он весь футбол на кончиках пальцев, на самом деле, чувствуется. Да, ну и все очки за обе команды там занес Михаил Барбарисов. Он в перерывах менял джерси. И вот наносил до хрена ярдов. Мне что-то там сказали, больше двухсот в каждом составе. Но не всегда с очками просто получалось. Макс, ты так статистику считаешь, да, иногда? Да. Тебе просто говорят, и ты вводишь, да, где-то 450 ярдов, 80 тачдаунов. На самом деле, когда как раз в финале Первой Лиги прошлого года накрылась трансляция из Грозы, мне писали и Драконы, и Тигры, и говорили, да блин, мы там еще набегали дофига. Я тебе отвечаю, еще 70 ярдов, да. За меня перехват был, несколько захватов. Еще я думаю, так, ну ладно. Спасибо за это. Мне там легко можно в это поверить, что какого-то легкого игрока могло просто унести ветром с мячом действительно на все поле. Какой-нибудь уральской молнией вот унесло внезапно. Да, вот я только хотел посмотреть наконец-то на игру Михаила Барбарисова, как вот такая незадача, кубок не был показан. Ну, давайте мы напомним хотя бы тем, кому интересен российский футбол, как там все. То есть мы узнали. Хорошо, в первом матче встречались Спартак и Капитала Шарс, и счет был 27-15, да. Потом по разу эти команды сыграли с драконами. У кого-нибудь еще лучше? Не важно там, не важно, какой счет. Участвующие команды молодцы. Какие-то команды победили. Какие-то драконы проиграли, я так помню. Опустим, опустим это. Так уже не надо, уже опустили. Уже все. Ну, ладно. Это просто перебор. У нас два человека симпатизируют драконам в подкасте, это, конечно, многовато. Обычно можно один человек на одну команду. Так два дракона, два оружейникам. Это должно быть. Кто-то только стал за оружейниками. Балансировать. Да здравствует наш суд. Очень жаль, что в этом сезоне эти команды играют в разных лигах. Прикинь, если бы они, типа, сошлись. Какое бы полыхало у нас в подкасте. Ну, Стас, давай будем честно, но ни одного уровня команды. Ну, конечно, одна 11-11, другая 9-9. У вас на два человека больше. Как это можно? Да. Так, вот так стремительно мы обсудили Кубок Москвы. Очень интригующий турнир. Многие вопросы остались без ответов. Прямо скажем. По поводу трансляции, собственно, как раз главный вопрос. Ты упомянул, возможно, серьезную причину, что команды не хотели тратиться на трансляцию. Но был прекрасный опыт до этого съемки с рук, с бровки, чего-то такого. Паша, ты, по-моему, рассказывал, что ты как-то подрабатывал с свадебным оператором или что-то такое. Команды могли действительно просто подумать, заплатить, Паша, не знаю, пару-тройку тысяч рублей. Паша бы спокойно стоял и снимал, да еще и комментировать мог сам. То есть это вообще просто мастер был бы на все руки, с бровки. Но только в какой-то момент, если бы кто-то крикнул горько, то Паше пришлось бежать снимать крупный план. И вот, наверное, возможно, поэтому команда все-таки отказалась от такой потенциальной опции. Ну, я свадьбы-то не снимал. Зато, знаешь, я думаю, что я знаю любимую книгу, ну или любимый фильм организаторов Кубка Москвы. Но это бойцовский клуб, естественно, потому что первое правило Кубка Москвы никому не показывает Кубок Москвы. То есть оно такое, немножко видоизменное. Второе правило, в принципе, наверное, тоже никому не рассказываю про Кубок Москвы. Стас, получается, его нарушил. Мы вообще, в принципе, все нарушители. Поэтому предлагаю перестать о нем говорить, чтобы не нарушать правила дальше. Ну и, кстати, еще одно, с чем роднит бойцовский клуб, это то, что, видимо, драконы устраивали точно такой же поединок, как главный герой этого фильма, когда он дрался сам с собой. Да. Тогда давайте переходим к первой лиге. Первой лиге. Все матчи стартуют в субботу. Такая солидарность среди клубов. Это приятно. В принципе, ты можешь сесть... Субботник вообще. Субботник, да. Весна подходит к концу. Ну, где-то она начинается, не знаю, в некоторых регионах нашей страны. Но где-то она уже подходит к концу. И поэтому можно сесть к экрану в 11 часов утра по Москве, а выйти с монитора уже ну, часов где-то полдевятого, так я понимаю. По-моему, в 18.00 у нас стартует последняя самая, может быть, интригующая игра. Но какая из них самая интригующая, это мы чуть попозже расскажем. Давайте, я решил так. Давайте мы сегодня составим коллективный пауэр-рэнкинг первой лиги. Каким образом будет каждый из нас выбирать команду на строчку. То есть, мы просто по ходу. Давайте, вот, типа, начнем с Паши. И Паша такой, типа, давайте, десятое место. У нас же 10, да, по-моему. Надо на всякий случай открыть. Я, конечно же, успел выучить все команды. То есть, я должен назвать самую худшую команду, да? То есть, три же единственной команды. У нас нет худших. У нас есть команда, которая есть дальше всех расти в этом турнире. Которая самая перспективная. Давай так. Сейчас ты понимаешь, что Паша может вообще разрушить эту игру, назвать Спартанцев 2, например, и мы дальше просто вообще не будем знать, что делать. Ну, так же и на драф... Вот Атланта Фелконс так поступили на драфте НФЛ, например, да? Они тоже выбрали не того, кого ожидалось. Ну, давайте попробуем. Ты все забывше переживаешь. Да. Человека не складывается. Просто откровенно. 150 миллионов в трубу просто. Нет, давайте мы постараемся как-то более-менее адекватно. Мы все-таки не только хахмим, но и доносим... Стараемся донести какую-то информацию людям, да? Если мы назовем Спартанцев 2 худшие команды первой лиги, это будет прикол, конечно. Но никакой... Никакого смысла в этом не будет. Поэтому давайте... У нас кто-то ведет этот Excel-документ, в котором учитывают сколько раз мы так подкололи ту или иную команду, чтобы соблюдать баланс. Конечно, команды сами. Как ты думаешь? Нам не нужно это сделать. Команды сами ведут и потом нам будут предъявлять по этому Excel-списку. Да, в Excel-списку, да. Ну, где его можно скачать? Пока неизвестно. Потом адреса отклеишь. Приспечатанную версию, естественно. Просто представь, я, например, сейчас скажу «Витязь», а Максим уже норму по «Витязь» выполнил примерно сезона на 3 вперед в прошлом выпуске. Да, то есть, поэтому «Витязь» ни в коем случае нельзя называть на 10-й строке, даже если бы вдруг захотелось, но мне не хочется, например, называть команду в итоге, да? Давай, давай, да. Можешь назвать город. Смотри, я, получается, могу назвать фамилию, если выберу Сеченов, да, но я, пожалуй, все-таки назвал киборгов, хотя конкуренция была весьма большой, но, да, киборги, они заполонили всю планету. Вот, наконец-то, отсылки на Александра Леву в нашем подкасте, чего очень давно не было. Это же вроде болезни в комментариях, да, написали, что вот этого не хватает. Все, ребят, хорошо, только не было цитата Александра Левы. Вот, ну, в общем, киборгов мы не видели довольно давно, но киборги потеряли Алексея Гейтса, насколько Алексей Гейтс серьезно влияет на силу команды, мы смогли в прошлом сезоне оценить, когда мы с Михаилом все-таки смогли вас убедить, что Алексей Григорьевич лучший тренер сезона. Да, вот, поэтому без него я думаю, что киборгам будет непросто себя проявить, я думаю, что все-таки именно они окажутся на 10-й строчке нашего рейтинга. А где теперь Левти Гейтс? Кто знает? Это вопрос без подвоха. Никто не знает. И никто не знает, почему они расстались. Станислав, Станислав, вот-вот, посмотри, вот сюда, вот этот угол, намек, тонкий очень. Я на всякий случай просто проговорю, что у меня еще амплуа человек, который не все знает далеко в российском футболе, и это правда, я не для того, чтобы типа, а давайте вот таким вот способом хитрым мы расскажем. У меня плохо все держится в голове, и даже, по-моему, я где-то слышал, что Гейтс теперь в драконах, но теперь я в этом абсолютно убежден. Например, когда ты делал графику лучший тренер сезона Алексей Гейтс с драконы, могло такое произойти в прошлом году. Ты знаешь, дольше двух недель ничего не держат в своей голове. Наверное, одна фамилия, да, футбольная такая фамилия. А, ну теперь, слушай, вспоминая, вспоминая результаты киборгов при Гейтсе и то, что случилось с драконами на Кубке Москвы, теперь все складывается. Это просто тимбилдинг такой, как бы, это... Ага, я понял, хорошо, хорошо. Слушай, вот драконам повезло, их нет в первой линии, а попадает, как будто они в пауэрингисе есть. Возрастной. Нет, побили же из Сеченова сейчас. Его побили. 57 лет. Рекорд по возрасту. Понятно. Ну, хоть какие-то рекорды у нас еще бьют в российском футболе. Хотя по возрасту участник. Отлично. Хотя мне больше нравится смотреть на средний возраст. Там что-то тоже там 33 плюс были, по-моему, как-то в молниях. Слушай, средний возраст вообще такой в российском футболе интересный показатель, потому что, знаешь, там, условно, приходит кто-нибудь и заявляет своего внука в команду. Так вот. Бывает, у тебя получается примерно они средний возраст дают нормальный. То есть, там, сколько там, 50 или 15. В общем, не разумеет. Бадно, математика. Будем. Паша, давно ты думал о внуках? Очень большой разброс. Ну, шансы есть, на самом деле. Шансы на внуков в российском футболе, когда у нас будет, не знаю, Корнев третий, а не только старший и младший. Почему бы и нет? Корнев может доиграть старший до того возраста, какой возраст он с ликоцмена сейчас, да, в чемпионате. Вот. Ну, а младший уже способен. Я еще, знаешь, о чем сейчас подумал? Стас, меня поставил называть команду, которая на 10-м, на 10-м месте. Возможно, даже не в этом, возможно, он заранее просчитал, и чтобы момент, когда придется выбирать между оружейниками и тиграми, пришелся либо на него, либо на Максима, чтобы хоть где-то, хоть когда-то оружейники оказались выше тигеров. Вот специально. В детской считалке, когда ты просчитываешь, там надо назвать четное или нечетное количество, чтобы ладошкой так ковнуть, он такой, ага, о, так я буду надавать третье место, я назову тигеров, тогда, ну, примерно вот так. Ладно. То есть мало того, что ты подколол оружейников, ты еще и мне комплимент сделал, что я способен на такие вычисления в голове вообще, в принципе. Паша, молодец. Так, ну давайте, хорошо, дынемся мы из Обнинска куда-нибудь. Михаил, куда мы дынемся? Кто у нас будет на 9-м месте? Ну, и вот теперь как раз та самая черта, действительно, между Москвой и Подольском, которая разделяет меня тоже в этом выборе, между Сеченов-Феникс и Подольским Витязем, Москва, ну, она больше, в ней труднее найти кого-то, наверное, поэтому я поставлю Сеченов-Феникс на 9-ю строчку Power Rankings. Что ты можешь про них сказать? Что я комментирую их матч в эту субботу, поэтому в эту субботу мне будет что сказать, пока нет. То есть, в субботу, теперь в субботу будет не только что тебе сказать, но и им тебе тоже. Понимаешь? Да. Слушай, ну, смотри, и здесь, я возвращаюсь к тонким расчетам, Михаил отдает элегантную передачу Максиму Сподобину, которому теперь придется говорить про Подольский Витязь. Я еще могу его спасти, но, конечно, не буду, поэтому, Максим, давай, кто на 8-м месте? Подольский Витязь на 8-м месте. Вот это ничего себе. Максим, можно положительный по отношению у тебя какая-то личная антипатия к этой команде? Почему каждый подкаст так не цепляешься? Сами подставили. Теперь... Ну, не знаю, просто, если смотреть на другие команды, они, так или иначе, ранее были на более высоком уровне, ну, кто остался. То есть, там ближе всего к Витязю, наверное, молнии идут. Или кто-то еще? Ну, не подсказывай, не подсказывай. Да так, просто думаю, что в любом случае другие команды пришли или из 11 на 11, или показывали какие-то успехи в 9 на 9. Витязь же, хоть отличается с несколькими игроками с отличной физикой, все равно как-то суммарный результат у них не очень последние годы. Хорошо, нормально. Без оскорблений обошелся, по-моему, молодец. Я думаю, ему кто-то написал или позвонил в последние годы. Прямо с первой фразы. Звонок раздался в дверь, и Максим... А у него лежит как бы самый жесткий вариант перед глазами, да? Вариант полегче, вообще очень легкий вариант. И он как бы использовал в последнем. Хорошо. Ну, вот теперь мне придется назвать, но давайте так. Я скажу викинги, но только потому, что я могу про них что-то вообще сказать, потому что я их хотя бы видел. Здесь длинная пауза, потому что информации слишком много в голове. Нет, на самом деле викинги, во-первых, когда оружейник теперь готовится к выезду, например, в Вологду, они все время помнят, что совсем недавно викинги обыграли оружейников там, обыграли по делу, это был хороший камбэк, очень бодрый, поэтому каждый выезд в Вологду теперь потенциально опасный. Вот, но, как я написал в превью, которое только что вышло, конечно, последние сезоны кадрово потрепали викингов, и мне кажется, что если бы у них все были здоровы, то, во-первых, хороший тост, а во-вторых, вот если бы викинги могли им исследовать, то они, конечно, представили бы более серьезную угрозу, а так вопрос даже не в том, что есть люди, которые не могут им помочь на поле в оптимальной форме, а в том, что пришлось многие вещи как-то пересматривать, ратировать состав кутербеков, а это всегда для любой команды тяжело, даже несмотря на то, что Данила Дандыки бегает, будь здоров, у нас, блин, что не матч, что у Руженика, в смысле, то противостояние мобильным кутербекам, ну, или недавно было противостояние очень пробивному кутербеку, в общем, надо просто смотреть, кем был этот кутербек раньше, если он был лайнбекером, значит, будет, как эти, туш-пуш, если он был дебеком, значит, будет бегать, так что, седьмое место викинги. Стас, последний комментарий нужен от тебя, безусловно, по насыщенности плейбука вологодской команды, вот хотелось все-таки зафиксировать эту тему. Он предельно насыщен, он, надеюсь, что он насыщен, и он оригинален, он неповторим. Стас, вот эта долгая пауза, которая была, да, Стас сказал, долгая пауза, он тянул время, пытался найти плейбук викингов в это время в интернете, заработают тысячу рублей. Я не нашел. Не нашел? Я не нашел. Он абсолютно оригинален. Так что, если кто-то хочет попытаться, это бесполезно. Вы зря потеряете деньги просто, вот и все. Так, возвращаемся. Павел, к тебе, шестое место. А, я думал, один раз надо сказать, и все, и есть. Ага, и мы типа просто кого-то поставили в нижнюю часть таблицы, да, про остальные... Думайте сами. Я могу в чатик скинуть наш порядок, чтобы ты не называл кого-то еще раз. А, да нет, я запоминаю немножко, пока только сколько, четыре команды было, в состоянии запомните четыре команды. Мы нашли, в чем-то лучше меня, однозначно. Ну, у нас довольно маленький выбор остается, и я вот так окинув взглядом таблицу, назвал бы тогда уральских молний, по которому эта команда напоминает, заставляет немножко грустить, потому что вот смотришь на нее и понимаешь, что все мы не молодеем. Да, и вот как-то как-то молнии, за ними, конечно, интересно смотреть сезон за сезоном, но пока команда скорее, к сожалению, не прогрессирует, а так потихонечку, потихонечку, как минимум... Ладно, все, нет, все, хорошо. Не прогрессируем. Ну, в общем, да, в общем, команды, которые остались, мне кажется, они молнии посильнее, и... А, сейчас, но молнии могут нас приятно удивить. Вот. Я вспомнил, как надо говорить, чтобы точно, чтобы точно прозвучать корректно. Ну, корректности нам точно нужно получиться, у наших коллег, но мы здесь не за этим совершенно. Посмотрим, как сыграют молнии. Какой-то первый ликвид. Пензенцы на четвертое и пятое место в нашем Power Rankings любому любителю американского футбола в России очевидны. Это либо пензенские фениксы, либо самарские буревестники, они же Stormbringers. И как раз их очные матчи завершит первый тур первой лиги. Поэтому, если я сейчас выберу неправильно, то все, просто вся экспертиза, коту под хвост, но я поставлю в субботнем матче на Фениксов, а на пятое место, соответственно, поставлю Самарцев. Почему именно так? Ну, Фениксы в том году меня впечатлили. То есть, несмотря на то, что Самара вышла в плей-офф, а Фениксы нет. Фениксы были в группе все-таки со спартанцами 2. И Капитал Шаркс. И Капитал Шаркс даже умудрились на поле Таганского парка обыграть в невероятном матче, о котором мы говорили в предыдущих сериях. Поэтому я думаю, что несмотря на то, что ростер сильно не увеличился у Пензы, они все еще способны справляться со своей выносливостью, скажем так, что она истекает потихоньку. Они умели с этим справляться до этого, умеют сейчас, надеюсь, и верю в это. Поэтому я думаю, что в субботу они и победят. Самарцев вот такой вот болт предикшн. Болт предикшн, которого я хотел избежать, но в итоге к нему пришел. Болт настоящий, действительно. Так, Максим, четвертое место. Ну, здесь, наверное, все-таки стоит поставить пензенских фениксов, потому что оставшиеся команды просто гораздо интереснее, разнообразнее выглядят. Фениксов, по-моему, каких-то новых, пока ярких игроков мы не заметили. Все из прежнего костяка, который двигает эту команду вперед, никто не молодеет. Слушай, вот Макс, смотри, он как будто все просто раскладывает, как бы, однокровно, но на самом деле это просто прожатка фениксов сейчас идет. да? Да. В общем, мне кажется, что вообще, наверное, там, со второго по четвертое место команды будут довольно равны, и тут уже, на самом деле, пойдет угадайка и не более того. Нормально подсластил. Поэтому, да, но пензенские фениксы, да, четвертое место. Слушай, но они, помимо того, что в прошлом году там давали бой всем в своей группе, они же еще не так давно выходили в плей-офф во второй лиге. Да. Когда ее выигрывали, это, получается, двадцать первый. Двадцать первый год. Да, то есть, ну, в принципе, они на хорошем уровне уже несколько лет. Это много. Да, игроки у них еще опыта набираются. В других командах они ездили точно на кафл играть в составе Капитал Шаркс, по-моему. Ну, это в том году, да. Кто не ездил на кафл в составе Капитал Шаркс, скажи мне. Я. Ты не ездил еще? Ну, в сентябре можно, Миш, заявись. Про фениксов. Макс, как ты мог забыть победу в осенней лиге 2022 года? Я забываю такие турниры очень быстро. Поэтому, ну что, третье место. И опять, как не сложно выбрать на самом деле. И опять же, если меня слушают Карелы, это только потому, что я знаю, что говорить про эту команду. Оруженник Передоводск. Третье по силе команда первой лиги, на наш взгляд. Опять же, у нас, вот у наших коллег выходит всякий превью, и там было сказано, в том числе, упомянутый состав на Кафул, нужно понимать, что Кафул остается там, где проводится Кафул, и больше ничего. Потому что, такого количества легионеров в сезоне оружейников не будет. И вот, что отличает эту команду от, мне кажется, двух фаворитов, да, то есть, как бы, там есть такой первый тир, да, потом оружейники, потом там следующий тир, на мой взгляд. Это отсутствие глубины состава определенной, особенно в защите. Вот, и, в принципе, когда защита не может постоянно тренироваться вместе в силу удаленности друг от друга, то это, конечно, сказывается. Понятно, что есть яркие исполнители по обе стороны мяча, но для того, чтобы сделать какой-то яркий перформанс, как это было, там, в семнадцатом году, или как это было, там, в девятнадцатом, короче, у нас по несчетным годам оружейники выступают хорошо, а по четным так себе. Вот сейчас четный год, поэтому можно многого, мне кажется, не ждать. Так что третье место оружейники. Павел, ты разрешаешь главную интригу. Интересный уровень экспертизы, да, по несчетным, по четным. Вообще-то, когда Венера в Меркурии, когда Калиниюга, всегда. Я тебе точно говорю, если мы вдруг организуем экспертизу по астрологии, это будет супер запрессованный пост вообще, так что... Стас, твои теории еще может сломаться, если это вот так считать, как месяца, то две костяшки подряд, и получается, ты зря не поверишь в земляков. Слушай, ну вообще, есть идея для топового контента, Станислав Франкевич раскладывает Таро на новый сезон, прям вот просто отдельное видео запостить, где ты такой, такой, девятка мячей, там кому-то просто выкладываешь и говоришь, ну, это девятка, кстати, это в контексте футбола, конечно, печальная, это печальная новость для команды, если ты такой выпадет, у тебя мячей... от девятки мячей никто не откажется, я думаю. Ну, или я считаю, года по руке не очень опытного фрезеровщика, то есть, как бы, там тоже будет очень много интриг тогда, в том случае. Примерно так, да, ну, или что, или там можно, что там еще делают, по дате рождения игроков вы считывают, да, как они... Ладно, все, я даже... Это возраст называется, Паша. Это, я думал, годовые кольца. Ладно. Ну, а я тогда, не знаю, не знаю, что ожидается, я на второе место поставлю команду, у которой есть двоечка в названии, чтобы было красиво, чтобы рифмовалось, спартанцы 2 будут вторыми, да, то есть, конечно, мы понимаем, что сила спартанцев 2, она, это такой показатель немножко изменчивый. Он высчитывается по простой формуле, там, сила, ну, это что-то еще Ньютон высчитывал, там, что-то было про количество спартанцев 1, умножить на ускорение, с которым они стремятся во вторую команду, в зависимости от того, насколько им нужна победа. Да, но мы предполагаем все-таки, что спартанцы будут довольно, довольно строго придерживаться вот этого костика спартанцев 2 и усиливать его в разумных пределах. И в таком случае состав тигров, мне кажется, более сбалансированным, более опытным на ключевых позициях, собственно, на позиции футербэка, потому что мы в прошлом сезоне оценили, и кто писал текст по тиграм, Миша писал, а нельзя выдавать, конечно, кто-то писал, вот там выделял Кощеева, кутербэка, Панькова, кутербэка, то есть там сразу два кутербэка, и оба сильнее, чем кутербэки спартанцев, поэтому считаю, что тигры должны отправиться на первое место, а спартанцы на второе. Паш, подожди, первое место Макс определяет, подожди. И Макс Миша, а ты определяешь, Каша, вот так идет. Да, но подожди, подожди, ты пока подумай, ты пока подумай, проведи аналитику внутреннюю, а я хочу сказать, что интересно получается, для девяти команд первой лиги важнее всего, критичнее, глубина состава, а для спартанцев два, ротация состава. Это очень разный подход. Мы не одинаковые, как говорил один персонаж. Все тяжкие. Ну что ж, барабанная дробь. Итак, первое место в пауэрранкинг занимает Стальные Тигры. Ну конечно, действительно, стоит про них сказать, что играли 11 на 11 все время Стальные Тигры, вот, и теперь играют 9 на 9, вопрос, где остальные Тигры? Хорошо, молодец. Мы не использовали эту шутку в предыдущем подкасте, очень жалели об этом, наконец, сегодня она прозвучала. И очень органично. Миш, молодец. Органика, да, она хорошо удобряет почву, поэтому, да, спасибо. Мы можем еще похвалить Стальных Тигров? У нас время осталось. Так, у меня времени нет на это. Там нет часов, пока скажи сейчас, на которые ты посмотрел. это, ты понимаешь, они в отражении, на самом деле. Так, Стальные Тигры, молодцы, молодцы, и приятно всегда за ними наблюдать. И если они опрокинут Спартанцев 2, с поста Королей Девятки, то это будет очень интересно и прикольно. с другой стороны, они так часто выигрывают лиги, что как бы это вроде сюрприз, а вроде бы и нет. У нас получается выбор действительно. Два антагониста столкнутся в финале по нашему пауэрранкингс. На самом деле, Тигры и Спартанцы, мне кажется, довольно интересная игра должна быть. К тому же, в сезоне они встретятся. Да, тем более две, потому что и Тигры, и Спартанцы в нападении действуют по одной и той же концепции, плюс-минус. Если вспомнить, как играют Тигры, это частые джетсвипы, опциональные вкладки, в общем, куча-куча сложного выноса. И Спартанцы бегают точно так же, когда у них все становится не очень хорошо, и они не могут кидать много паса. А защита Тигров мощная, поэтому там, возможно, будет, как раз джетсвип на джетсвипе и редопшен погоняет. Ну, кстати, если вы хотите болт предикшн, то мне кажется, что у нас не будет финала Спартанцы 2, Стальные Тигры именно из-за особенностей сетки. То есть у нас ведь из-за того, что Спартанцы 2 и Стальные Тигры играют два раза в регулярке, очень может быть, что, допустим, что одна из этих команд победит два раза. Мы не знаем, какая. Это автоматически означает, что вторая команда будет играть на выезде первые раунды, а может быть, не только первые, да, то есть как бы там же справляется первая будет играть с восьмой, вторая седьмая и так далее, и так далее. Получается, что очень может быть, что к финалу как бы эта пара просто не состоится. у кого-то закончится. Более того, они могут попортить друг другу рекорды, условно говоря, и закончить 3-1, и тогда вообще дорожка для петрозаводцев, да, правильно, по-моему, Стас, вот для них, по-моему, красная ковровая дорожка в финал тогда может быть. Ну, по-всякому может быть, на самом деле. Но вообще, да, вот эта вот интригу добавляет всему турниру. Меня беспокоит только то, что мы, опять же, можем получить из-за этого матча в плей-офф, которые не будут сыграны. Ну, потому что, опять же, из-за этой ситуации, допустим, Перми нужно будет ехать в Петрозаводск, или там, не знаю, в Екатеринбург, или там, туда они точно споедут. Оружлиникам нужно будет ехать в Екатеринбург, например, да, ну, как бы, ну, это же, это ставит, мне кажется, матч на грань непровидения. Всегда есть нейтральные поля в Самаре. А, и хозяева всегда говорят, да, конечно, мы вместо того, чтобы дом проводить, нас с удовольствием в Москву сгоняем. Это же нам близко. Не знаю, мне кажется, что это все. Да, Макс, история, на самом деле, опровергает фразу всегда есть нейтральные поля, потому что они, как Мию, есть не всегда. А? Нечего сказать. Да, стоит надеяться, действительно, что даже если такая ситуация сложится, то в кои-то веки победит футбол, а не, соответственно, та или иная сторона постарается как-то кабинетно это провести. Ну, не знаю, посмотрим в любом случае. Это тоже одна из интриг сезона. У нас получается, я вот вижу, как бы, три таких связки, близких команд, да, по нашему пауэрэнкингзу, которые будут встречаться два раза в регулярке. Это, получается, Витязь и Киборги будут играть, восьмое и десятое из нашего списка. Это остальные тигры, Спартанцы 2, 1 и 2, да, и это Стормбрингерс и Фениксы, собственно, четыре-пять. Так что, возможно, в чем-то регулярка это уже тот самый плей-офф, учитывая, что стоит на кону, какие километры и деньги стоят на кону по итогам этих матчей. Так, ну и давайте мы разберем тогда... Слушай, это же классно, да, получается, в других лигах команды бьются за то, чтобы заработать деньги, а здесь у нас команды бьются за то, чтобы не потратить меньше денег, чем могли бы. То есть, сэкономивом, что я заработал. Да, у нас просто другой экономический уровень совершенно, следующий. Да, как бы, зачем зарабатывать? Деньги уже есть, и главное не терять. Да. Итак, первый тур первой лиги уже в эту субботу, пять матчей, и теперь давайте так, у нас будет драфт, вот какой матч из всех вы посмотрели бы с наибольшим удовольствием, и поскольку Миша заканчивал нас по рейтингамзам, я начинаю, у меня самая легкая задача, я бы, конечно, из всех матчей посмотрел Феникса Стормбрингерс, с большим интересом, потому что именно они у нас располагаются рядом в списке, тут совершенно сложнее всего предсказать победителя, да, и даже, по-моему, коллеги наши не стали делать фору, а просто, типа, определяешь П1 или П2, вот. Ну и, в принципе, я не так часто следил, мне было бы интересно посмотреть на обе команды с стилистической точки зрения, так что не уверен, что получится, но если бы в идеальном мире я посмотрел бы именно эту игру из всего первого тура. Максим, твой выбор следующий. Выбора не выбирать нету, поэтому надо что-то сказать все-таки. Макс, бери, Витязь, Витязь, бери. Я, наверное, возьму все-таки как статистика, как человек, которому надо разбирать игры, я бы взял Спартанца 2, Киборги, потому что тут самый более вероятный Мерсиклок, и это просто побыстрее закончится. Слушай, вот прямо главный хейтер российского футбола мы подобрали, да? Причем мы как бы вроде шутим-шутим, а потом Макс как даст болт на все. Но он ведь пользуется безнаказанностью, никто его не может побить, потому что ей кому-то статистику будет собирать. Молодец. Потому что он с дома не выходит. Это вторая причина, это причина номер два. Первая в том, что остаться без статистики. Но есть опасность, что Макс может добавить, как один из переводчиков правил американского футбола, что в российском футболе Мерсиклок стартует с самого начала матча, чтобы все вот это побыстрее закончилось. Ну, сейчас, кстати, нововведение, по-моему, или я как-то это упускал ранее, что теперь Мерсиклок заканчивается не тогда, когда у нас разница меньше тридцати пяти очков, когда разница меньше двадцати четырех очков. То есть, если отыгрывающаяся команда заносит тачдаун при Мерсиклоке, он все еще идет. Ууу, это прикольно. Да, теперь разница двадцать четыре очка. Теперь нужен реальный камбэк просто. Макс, я на тестировании на судейском как раз напоролся. Просто на кафле было тоже пару моментов, когда судьи импровизировали с мировыми. Представьте, сейчас смотрит весь корпус наш подкаст, естественно, смотрит Макс такой, я не знаю, это сейчас ввели, или раньше такое тоже было, а вот за тачдаун сколько, шесть очков дают, и все такие, уууу, а потом еще можно какая-то сейчас реалифизация, что это, нововведение в правилах, и вот так. Слушай, Макс учится не в яслях, а в университете, все-таки, поэтому по слогам читать, наверное, это уже не про него. Слушай, да, но у меня есть, мне вот сейчас самое обидное, чтобы в речи Макса, Миша, несмотря на все наши усилия, официально ввести понятие часы пощады в правила российского футбола, все равно все используют вот это Мерси Клок. Это звучит настолько, настолько круто. Это звучит как перевод какого-то боевика из 90-х, да. Причем, знаешь, нужно делать так, чтобы капитан проигрывающей команды обязан был пройти к микрофону и закричать «Пощады!» И тогда объявлялся Мерси Клок. Для этого уже есть введенный Пашей Игорь Черновутский в одеяниях императорских, которые показывают так или так. Нужно все это грамотно совместить, чтобы действительно в правилах это было сформулировано хорошо. В следующей редакции правил это нужно учесть. Обязательно. Макс конспектирует, видишь, зависит. А, я думал, он пишет сейчас. Я пересчитываю правила. Да не надо, господи, кто этого не делает. Макс, про 6 очков точно было такое, проточдаунт это есть. В начале, по-моему. Паш, тебе хотя бы на Сбер упало что-нибудь после предыдущего подкаста где-то черноводского славил. Нет? Все еще приходится... Ты зарплату не на Сбер получаешь все-таки. Даже приглашение на Кубок Москвы у меня не пришло. Да оно никому не пришло. Сон, видимо, всем упало. Так, ну ладно, Макс выбрал. Паша, давай, твой выбор. Так, ну, я Миша оставлю право забрать матч, который он комментирует, потому что будет совсем некрасиво. Я зову матч Ставлення Тигры Уральские молнии. Это все-таки классика в каком-то смысле российского футбола и довольно часто эти матчи, даже когда команды не совсем близко друг к другу находились на строчках Power Rangers, как в том числе и как, например, сейчас, так как было раньше, все равно эти игры часто бывали интересными. Все-таки это знаковое противостояние и я думаю, что если там понимать историю встреч, то она будет самая богатая из всего первого тура. Это еще получается такой близкий матч. Практически Thursday Night Football в программе субботнего футбола. Ну, в принципе, получается, да, только у нас четверговые матчи Живануфа обычно не очень получались в последние пару сезонов. Скорее лондонский матч тогда получается как раз другой часовой пояс. И, в принципе, как бы, да, приятно. Еще не пообедал, а футбол уже посмотрел. Мне кажется, это всегда. Хорошо. Михаил? Паша, конечно, мог по-другому завернуть, потому что сейчас получается как-то слишком себе любиво. Вот, но и выбрать матч в Подольске тоже как-то язык не поворачивается, поэтому, друзья, конечно же, матч Вологодских Викингов против Сеченов Феникс с моим комментарием. Собственно, всех приглашаю на трансляцию, предпочтите этот матч всем остальным, несмотря на то, что называли коллеги до этого. К тому же, Макс выбрал не сердцем, а исключительно своим таким корыстым интересом, чтобы сэкономить время. Поэтому, друзья, включайте трансляцию. Ждет много интересного, я более чем уверен в этом, потому что действительно, как мы отмечали у Вологжан, несколько упал уровень команды, как минимум на двоих игроков, и в целом с линией нападения тоже произошла перестройка в этом межсезонье. В общем, их может ожидать тяжелый сезон, но при этом лидеры на месте, то есть тянуть команду есть кому, и это должно быть интересно. Ну, а Феникс тоже достаточно загадочно провели межсезонье, ушли несколько лидеров, несколько лидеров пришли, например, Ревжон Маткулов пополнил состав, Сеченов Феникс, поэтому будет любопытно понаблюдать. Старый бродяга Маткулов, где он только не был. Так вообще, Маткулов-то в прошлом сезоне отметился сразу двумя впечатляющими розыгрышами, один принес победу в вашей команде Максим и Станислав в финале Кафа, собственно, и Ревжон был первым, кто занес очки спартанцам за брянский Спартак, то есть спартанцы были сухими, и Ревжон вернул сбитую реализацию одноочковую, то есть отметился вот таким ярким действием, так что, может быть, и в субботу от него стоит ожидать тоже чего-то очень крутого. Вот, может быть, есть олды в чате в игре Fallout 2, можно взять такую перку, как там таинственный странник, и когда ты случайно встречаешься в пустыне с непонятными людьми, на твоей стороне выступает этот самый таинственный странник, вот мне кажется, это и есть Ревжон Маматкулов. Так, в принципе, и переводится его имя и фамилия на самом деле, с греческого. Я удивлен, что остался матч в Подольске последним, который никто не хочет почему-то смотреть. Вам придется. Ну, я на самом деле вот это тот самый матч, который я точно посмотрю, по понятным причинам. Ну, во-первых, для того, чтобы понять, какие люди начнут охоту за Максом в Подобином раньше всех остальных. Ну, и, конечно, потому что Карелы играют на выезде. Ну, я почему удивлен, потому что, мне кажется, что может быть интрига запросто. Да. Я уже понял, что я немножко оцениваю видеться выше, чем вы все, как я сейчас бросил под автобус. Но, блин, оружейники, во-первых, нужно, чтобы они доехали. Это выездной матч, это всегда интрига. Хотя они поют на автобусе, а на поезде. Это читерство. Вот так интрига вокруг матча гораздо меньше. Но, тем не менее, будет интересно посмотреть. Вот, выезды в московский регион, это всегда для вооружейников самая большая трудность. Слушай, но у этого матча есть очевидный плюс. Игра остается в Подольске, поэтому скорая помощь точно приедет на стадион вовремя. А почему? Ну, это отсылка на то, что у вас приехала скорая помощь. Это я понял. А почему он в Подольске приезжает? А чего ты докопался? Подожди. Надо сказать, потому что в Петрозаводск она ехала из Подольска в прошлый раз, потому что мы там заказывали, а тут она уже будет свободна. Давай, если скорая помощь приедет в Подольск не вовремя, я тебе скину тысячу рублей. Вот так. Или как принято сейчас? Ты нашел плейбук в интернете? Да. Откуда у тебя тысяча рублей? Извините. Даже на сбер ничего не падало. Подожди, а может, кстати, вот Макс сейчас, чем занимался, думаешь, он такой, я посмотрю там правила, типа, сейчас надо посмотреть правила. Я сам искал плейбук, просто он так долго там зависит. Макс, может, ты нашел плейбук викингов? Я в соцсетях видел, когда идешь в наушниках, тебя спрашивают, ты сейчас что слушаешь? Плейбук викингов просто, вот и все. В аудиоформате. Легче запоминается просто. Стас, это называется плейлист. Плейлист? Название какое-то там типа часов пощады, но только для плейлиста, чтобы было понятно. Список розыгрышей. Вы не пытались продать такую идею? Это звучит не как название боевика из 90-х, понимаешь, что есть часов пощады? Список розыгрышей? С Николасом Кейджем не смотрел, что ли? Это звучит как комедия с Адамом Сэндлером какая-то. Список розыгрышей. А вот Брюс Уиллис в часах пощады и все. Нет. Нет. Ну ладно, в общем, будет что-то посмотреть в эту субботу и о чем порассуждать через неделю. Хотя на следующей неделе, конечно, будет сложно записываться, но мы постараемся. Мы постараемся, если мы вдруг не выйдем на следующей неделе, не пугайтесь, это просто потому, что команды обиделись на нас и избили. И мы будем следующие стримы вести из больницы. Ну а пока для вас первую неделю первой лиги разогревали Максим Сподобин, Михаил Сазанов, Павел Пасенков и я Станислав Рынкевич, счастливо, пока. Отталкиваешь и к себе. Зет. Ха! Давай, давай! Давай, Давай! Ротогов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин